здравствуйте друзья мы рады видеть вас в нашем клубе путешественников спортмарафон сегодняшняя лекция посвящена любителям скалолазания делится с нами своим опытом и знаниями человек который занимается скалолазанием и альпинизмом более 25 лет 25 лет это кирилл кожухов давайте поприветствуем здравствуйте друзья тема нашей сегодняшней лекции скалолазание легкий старт почему легкий старт потому что часто для многих людей это становится не так просто возникает много отягчающих обстоятельств и старт оказывается не быстрым нелегким и люди например оставляют это занятие что очень грустно потому что занятие это классное чтобы разрядить обстановочку расскажу анекдот мне недавно рассказали но как раз этот анекдот он мне показался очень в тему нашей сегодняшней лекции и мы про него будем как это вспоминать анекдот такой вам представьте значит квартира живут в квартире отец мастер спорта по боксу и сын кандидат мастера спорта по боксу но отец такой здоровый утром подходит к холодильнику открывает ничего там нету такой слышь говорит сын иди сюда только подкрыть до батя говорит смотри вот тебе 10 рублей идешь магазин и покупаешь две вещи молоко и батон ты меня понял такой да понял батя иди раз уходит час нету два нету звонок в дверь отец открывает стоит сын со штангой говорит сын ну ты чё дурак что ли я искал две вещи штангу и гантелю вот мы будем вспоминать про это итак первый пункт как с чего и где начать лазать сразу задам вопрос аудитории кто из вас уже лазает кто не лазает если лазают то сколько ну давайте как то и чтобы я слышал вы давно лазаете так ну давайте так ну есть люди которые там занимаются полгода год два дня огонь один раз было так остальные не лазали еще до отлично ну смысле не отлично я понял хорошо итак две вещи да как где с чего начать лазать два варианта да где можно начать лазать давайте скалодром и скала отлично скажем так да скала она является матерью этого занятия и поэтому из нее как бы все это происходит и скалодром это некая все-таки имитация скалы чем хорош скалодром скалодром хорош тем что он есть вот и скалодром находится рядом под боком например вот у вас в москве к сожалению нету скал так же как вот например у нас в петербурге да у нас там отъехал полтора часа и ты выбор где там скалы и в этом смысле это знакомство может быть ближе и более понятным в москве такого не да вот у вас есть там вот каринские карьеры но там болдеринг и такое непонятное слегка да поэтому для вас скорее всего начало будет происходить или произошло на скалодроме что мы имеем когда мы приходим на скалодром какое понимание того чем мы сейчас будем заниматься скорее всего все ответят что это спорт это некая физкультура правильно ну так или иначе пришли заниматься спортом пришли на фитнес на спорт ну как то тогда когда мы едем на скалы чаще всего представление о том что там будет это некая природа общение с природой да вот что-то такое некое приключение и в этом смысле это классно и в этом смысле это очень здорово и в этом смысле это то что вас будет вдохновлять на мой взгляд я как человек который начал заниматься скалодром там начал в горы ходить там возрасте там шести семи лет до вместе с отцом для меня это естественно тогда вообще как-то за скалодромами так себе было и это были горы то есть и мы поехали сразу на тяньшань поскольку меня отец родился в горах на тяньшане и вот для меня знакомство с горами со скалами началось именно с горы со скала не со скалодрома и для меня это навсегда вот привела какой-то кудах на вдохновение и вдохновение и отношение к тому что скала нет такое некое приключение это общение с некой живой такой материей на скалодроме это будет может быть чуть большей степени общения с самим собой телесные ощущения ваши от вашего занятия будут сильнее и на данный момент жизни да как бы приводя к теме разговора на скалодроме конечно же проще начать лазать вы пришли на скалодром вы в принципе получаете комплект всего что вам необходимо вы можете взять снаряжение в прокат 1 это снаряжение будет хорошего удовлетворительного качества 2 у вас есть возможность сразу воспользоваться услугами нормального инструктора даку достаточно квалифицированного который ну по крайней мере уже обладает какими-то знаниями и сможет вам что-то там доступно объяснить хотя бы в плане страховки как хотя бы в плане каких-то первичных навыков это раздевалки и так некие понятные категории понятная безопасность поэтому да на скалодроме начать легче и это то что я вам рекомендую начать свой свое знакомство со скалолазанием именно со скалодрома потому что там вы получите первую базовую и достаточную скажем так для какого-то понятного старта информацию и это очень удобно плавно вот мы можем как бы перейти как раз к вопросу снаряжения до часто вот приходят люди ко мне на тренировки и спрашивают а какое снаряжение нам нужно покупать значит первый мой совет в этом смысле когда вы пришли на скалодром не торопиться с покупкой снаряжения по крайней мере вот вам надо хотя бы начать почему потому что когда люди только-только только-только начали они не очень понимают что им нужно и как правило они совершают ошибки в покупке снаряжения покупают все немножко не то что им впоследствии будет нужно особенно это касается скальных туфлей вот совсем недавно ко мне пришла девушка заниматься ну видно что девушка там достаточно обеспеченная ну то есть как бы там и вот она сходила на одну тренировку и на следующую тренировку она приходит вот в таких вот спортивных загнутых туфлях которые она естественно взяла внимание не на два размера меньше на два размера ноги больше горит ну мне так больно вот но это категорическая ошибка почему я там сейчас буду объяснять потому что но ей понятно больно есть резинка которая сзади которая давит на пятку она испытывает болевые ощущения у нее нет привычки находиться в маленьких скальных туфлях ей больно как бы но ей сказали что это классные туфли в него и в них лазает чемпион мира по скалолазанию но это достаточно это понятно да вот кратко значит вы пришли на скалодром вы полазали я рекомендую месяц позаниматься взять в прокате скальные туфли если есть в этом прокате этих скальных туфлей разные туфли попробовать понять что скальные туфли в прокате как правило уже разношены они уже мягкие и ваш размер будет немножко отличаться я сейчас скажу вообще что обозначает маркировка размера на скальных туфлях дальше вообще в чем лазает скалолаз да он лазает скальных туфлях какое снаряжение на нем надеты это скальные туфли это обвязка это мешочек для магнезия это страховочное устройство карабин на скале если вы лезете если вы не на скалодромах сейчас той бог когда скамо скалодромах уже висят стационарные оттяжки вам свой комплект оттяжек на скалодром не нужен но на скалах вам так или иначе нужны оттяжки которые щелкиваются шлембура которыми пробита трасса и вам нужна веревка и вам нужно страховочное устройство и магнезия первое самое необходимое что понятное такое с точки зрения даже гигиены это скальные туфли потому что когда вы приходите на скалодром скальные туфли прокатные ну как бы лучше иметь конечно же свои это гигиеничный понятно это то что ваши вот совсем близкое к телу я сегодня на примере фирму ля спортивый трех туфлей разного типа как раз буду говорить в чем будет разница между туфлями условно для начинающих универсальные и спортивные туфли модель для спортива тарантула это туфли можно сказать что для начинающих в чем их разница от туфлей которые не для начинающих вы можете вот посмотреть да первое что бросается в глаза это что прямая колодка все верно да вот здесь вот в этой части колодка достаточно прямая в принципе она похожа на обычный кроссовок вторая очень принципиальная и очень важная разница это посмотрите вот здесь вот пятка видите она в отличие например от той же модели solution видите она здесь прямо подминает да и внимание вот эти туфли они рассчитаны на то что они будут браться в натяг и очень маленькими и у вас уже должна быть привычка носить маленькие скальные туфли пальцы сжаты в кулак и ваша нога должна растянуть вот эту пятку чтобы 5 вот эту резинку чтобы пятка сидела плотно это очень важно и очень принципиально потому что люди берут так что у них вот здесь вот нога прямая вот здесь уже сжата но недостаточно сжаться чтобы резинку растянуть и пятка села плотно и вот эта чудесная пятка вот этого скального туфля не работает в туфлях для начинающих эта резинка так не загнута здесь прямая колодка и на пятку вам так сильно давить не будет а в этих туфлях будет давить достаточно сильный пока не появится вот этой привычки да и умение ставить ноги и терпеть вот это в таких туфлях будет очень тяжело вы просто их не сможете взять своего размера эти туфли они на липучке они удобные на скалодроме их снял отдел здесь достаточно широкая колодка и она прямая вот этот туфель который я рекомендую на первый год лазания это в этом смысле скальный туфель отличный он будет до этой туфли достаточно мягкие но и при этом ну то есть они средней жесткости в них будет достаточно хорошо и на скалодроме и на скале теперь внимание что касается размера вы приходите в магазин и вы где-то слышали что например скальные туфли надо брать на один размер меньше ноги ну тренер так сказал теперь внимание продавец идет на склад ему сказали что у меня 41 размер ноги он понимает что вы что вы новичок и он вам несет маркировку 40 что вот эта маркировка на скальном туфле внимание это не размер ноги это не размер скального туфля это размер колодки а если быть точным это проекция колодки на линейку в этом скальном туфле вот такая вот изогнутая колодка если эту пластиковую колодку мы вынем из скального туфля и положим на линейку вот эта проекция на линейку будет допустим 40 размера но длина грубо говоря стопы будет отличаться и вот этот скальный туфель с прямой колодкой он будет другого размера поэтому каждый скальный туфель надо исходить то есть вот это для вас справочная информация просто справочная и вы понимаете что вот такой скальный туфель вы будете брать меньше потому что длина суммарная там больше а здесь она меньше здесь колодка шире здесь колодка уже например на скальных туфлях которые на шнурках у вас есть возможность лучше регулировать до ширину стопы поддержку свода стопы и так далее дальше когда вы уже полазали или собрались на скалы значит что касается разница лазанья на скалодроме и на скалах на скалодроме у вас все зацепы раз они выступающие и они более большие и это важно понимать что на скалодроме вам вам прямо вот ух какие маленькие в принципе и не нужны и сейчас жесткости то технологии скальных туфлей уже позволяют не брать скальные туфли на 3 на 4 размера меньше ноги и тут еще один важный параметр если у вас 35 размер ноги вы помните и должны понимать что 35 размер скального туфля будет тянуться значительно меньше чем 45 размер скального туфля физика материалов просто большее количество материала больше лучше тянется это понятно практически любой скальный туфель растягивается и скажем так уминается под вашу ногу суммарно это будет примерно полразмера если вы берете очень маленький скальный туфель он будет растягиваться сильнее просто потому что опять же физика вы сильнее на него давите плюс имеет значение насколько сильно вы потеете да то есть ваш пот и например скальный туфель если он кожаный или если он тряпичный до материал самого скального туфля темы те скальные туфли которые из кожи они будут тянуться сильнее те которые с текстильной подкладкой будут тянуться чуть чуть меньше но повторяюсь не надо фанатизма скальные туфли особенно ваши 1 должны быть с прямой колодкой и сидеть плотно минус примерно размер от вашей ноги но вы подбираете не исходя из этой справочной информации а просаживая на ногу да и мерить вы должны в полиэтиленовом пакете и когда вы мерите свои скальные туфли 1 в полиэтиленовом пакете вы должны в них лезть очень очень плотно и вам должно быть дискомфортно помните скальные туфли это не обувь который вы сидите комфортно ходите это который вы пролезли и сняли и первые две недели до это будет достаточно дискомфортный потом когда они сядут обомнуться они немножко станут сами по себе мягче вам станет легче и вы как бы начнете нормально лазать если возьмете очень большой очень скоро у вас обомнется и пятка будет пустой и вы не сможете нормально эффективно катить на пятку в принципе как правило если вы работаете без тренера на первые полгода лазания накат на пятку это в целом не про вас но так или иначе если вы ходите к нормальному тренеру который вас вам помогает хорошо прогрессируете объясняет хорошо технику в принципе пяткой вы начнете пользоваться достаточно быстро окей закончился ваш самый начальный этап лазания вы стерли свои первые скальные туфли дальше вас например маячит выезд на какие-то уже скалы например вы собрались или ехать в испанию в турцию там на месяц лазать вам хочется уже что-то более интересное более колодку чуть более агрессивную миура отличный универсальный скальный туфель спортивы выпускает эти туфли уже дай бог памяти наверно почти лет 20 уже появились модификации изначально модель была на шнурках сейчас эта модель уже есть на липучках женская женская на шнурках мужская на шнурках и так далее очень много модификаций отдельно модификация адам андра но суть в том что колодка примерно одинаково они будут немножко разниться по ширине колодки и чуть-чуть по агрессивности по жесткости супинатора но очень незначительно это классная универсальная модель в зависимости от ваших пожеланий там ширины той же стопы и высоты скажем так подъема вы можете себе подбирать на шнурках на липучках женскую модель мужскую я например несмотря на то что у меня очень широкая и высокая нога с высоким подъемом мне лично больше подходит модель женская они мужская то есть вот я миуру ношу 37 размера но если я одеваю например мужскую модель у меня вот здесь вот небольшой такой как бы горбик и а в женской его нету вот то есть просто нужно подбирать модель которая вам лучше сядет на ногу это скальный туфель я беру себе на два размера меньше он у меня садится и потом сидит хорошо полторы недели мучаюсь чем хороши эти скальные туфли в них есть уже супинатор они уже достаточно агрессивные если вы правильно подобрали размер они на скалах в широком диапазоне нависаний держат очень хорошо они позволяют достаточно эффективно и очень интеллигентно работать носочком вкручивать они держат хорошо на нависаниях у них великолепная пятка я считаю что это одна из лучших пяток вообще во всех скальных туфлях находка и то что они не меняют конструкцию по большому счету уже несколько десятков лет да вот в случае с миурой практически не меняют доказывает что это огонь вот жесткость которая подходит и для скалодрома и для скал и для трудности и для болдринга на мой взгляд эта модель самый универсальный скальный туфель вот шнурки липучки это вопрос приоритетов как бы реально разницы во времени шнурки или липучки но вы понимаете что эти 20 секунд которые спасли мир ну как бы если они для вас принципиально берите липучки ну и одна из топовых моделей это solution это реально такой знаете спортивный инструмент он уже имеет резинку с верхней части до для того чтобы в болдринге вам было легче подхватываться носочком делать уже какие-то вот такие вот сложные технические движения пятка уже другой конструкции она уже полностью резиновая и позволяет вот во всех плоскостях как только можно совершенно по-разному цепляться они более крючковатые они более такие уже как в форме банана на мой взгляд такие туфли нужны уже там на достаточно высоком уровне лазания если ваш ваш лазание уже во первых включает сложный технический болдринг и вы готовы такие скальные туфли брать очень маленького размера чтобы они вам очень плотно сели великолепный инструмент но он должен как бы приходиться к месту на мой взгляд это вот для уровня выше среднего вот тоже супинатор жесткость многие лазают в них и на скалах и на болдере и в зале на мой взгляд это все-таки больше для внутренних лаза не имеется виду внутри помещения больше подходит для болдеринга для соревнований но в них можно лазать везде по скальным туфлям я надеюсь примерно понятно я объяснил картину то есть подытожим суммарно главное не торопиться с выбором главное найти скальный туфель который вам хорошо подходит по размеру и колодка до загнутость спортивность туфля должна быть своевременно вы просто если возьмете такой скальный туфель сразу вы не сможете им эффективно работать все потом да как бы ваше время такого скального туфля для вас настанет достаточно быстро если вы правильно начали свое лазание расставили правильный приоритет об этом будем говорить чуть позже второй нюанс который второй второй пункт снаряжения который вам понадобится в принципе тоже можно сразу чем хорошо что это не стоит там миллион денег это мешочек для магнезии он ваш родной и сама магнезия это то с чем вы можете прийти в зал у вас уже есть какой-то свой комплекс наряжения это тот комплекс наряжения который подходит для лазания болдеринга вы пришли вам уже ничего не надо брать в прокат у вас есть скальные туфли ваша одежда и собственно мешок для магнезии магнезию взял специально там трех разных типов жидкая магнезия порошка порошковая магнезия и магнезия в шарике чем хороша магнезия в шарике она во первых не разлетается второе она достаточно экономно и рационально расходуются минус ее в том что когда вам надо вот прямо много-много по магнезить руки и много магнезии положить на руки она этого не позволяет делать я вот обычно использую меня шарик лежит да вот в исполняемый как вот этот вот биалевский дату сего можно раскрыть тут видите есть этот самый стопор и туда насыпать порошковой магнезии и таким образом вы сможете использовать ее достаточно долго и например мне неудобно когда он очень большой я использую там в половину а то и в две трети меньше магнезии и плюс я в мешок досыпаю отдельно еще вот порошкообразной магнезии мне так удобней на многих скалодромах сейчас могут разрешать пользоваться либо только например шариком либо вообще как вот у вас в москве в dds и использовать только жидкую магнезию чем хорошо она вот собственно такая как на клей похоже да вы на руки нанесли она высохла и достаточно долго остается на руках и есть возможность намазать прямо все конкретно руки сверху снизу снизу между пальцев где угодно достаточно долго остается там на соревнованиях спортсмены используют и такую магнезию порошковую до чтобы прямо рука вся хорошо было в магнезии удобно да вот комбинировать дальше это уже вопрос приоритетов личных и скалодрома на котором вы лазать вот например за границей во многих скалодромах вот я например часто езжу в таллинн готовлю там соревнования и тоже там провожу семинары вот у них например на скалодроме можно использовать только шарики или жидкую потому что там легко это находится в здании легкоатлетического комплекса там бегают спортсмены и от пудры все это летит они им дышит им не нравится дальше дальше самое такое души трепещущая и важная да это страховочная система почему это важный момент потому что это то что связывает вас с веревкой и то что защищает вас от падения сохраняет вашу жизнь я обычно своим ученикам говорю ну многие приходят говорят знаете у нас скалолазание экстремальный вид спорта внимание скалолазание экстремальный вид спорта а просто смертельно опасный да у нас присутствует фактор высоты поэтому существует фактор срыва падения соответственно каких-то тяжелых травм и тут нужно понимать что все эти вещи происходят на скалодромах в скалолазание из-за нарушения техники безопасности случае когда это произошло по каким-то причинам не зависящим от человека они настолько крайне редки что они стремятся просто к несуществующей величине большинство каких-то несчастных случаев каких-то проблем происходит из-за нарушения техники безопасности либо из-за некачественного снаряжения и так обвязка ку коротко как каких типов они бывают можно как разделить спортивная скалолазная обвязка чем она отличается от универсальной или можно назвать ее альпинистской обвязки но на альпинистской либо на универсальные обвязки чаще всего такие же встретить в прокате будет не только регулируемый пояс но и регулируемые бедра многие девушки например для себя всегда берут обвязки с регулируемыми бедрами потому что ссылаются на то что я худею набираю и мне так удобней в принципе эти пряжки не особо много весят и в этом смысле выбор как бы важен вашего удобства да то есть если вам удобнее для себя лазать обвязки с пряжкой пожалуйста делайте так сейчас большинство ска обвязок тех же скалолазных которые универсальны они имеют такую подрезиненную часть да и ну тут достаточно есть ротация то есть если вы размер свой правильно взяли не как это не стремились к с очки да ну с очку же всегда приятнее чем элечку например вот если вы правильно подобрали вот это вот резинка она позволит как бы вашему диаметру бедра до в зависимости от вашей физической форме достаточно как бы иметь запас в этом смысле она хороша тем что у вас здесь нет никаких пряжек ничего не цепляется вот это главное в этом смысле преимущество и она суперлайт она легкая ничего не цепляется минимум всего и бывают обвязки скажем так вот часто такие вы можете встретить как раз в прокате это обвязка которая подойдет любому человеку и знаете вот если у вас в семье есть и слоник и мышка это то что надо да потому что она регулируется посмотрите у него пояс вот от такого дяди вот до такой мышечки крошечки детеныша маленького да вот мы можем вот у нас есть сегодня чудесная семья и вот вот мы это можем одеть и на и на ребенка до трех с половиной лет и на папу и на маму всем одна обвязка подойдет очень удобно когда вы там куда-то не знаю вот едете экономите вес там что-то да как бы вот у вас какая-то должна быть универсальная вещь там на всю семью они очень удобно для проката потому что ну вот она подходит абсолютно любому есть нюанс то что в такой обвязки менее удобно лазать с нижней страховкой она больше заточена под лазанец верхней страховкой когда вы просто сюда щелкайте карабин если вы посмотрите на эту систему здесь есть нижняя петля верхняя петля которая служит для провязывания веревки для нижней и также есть кольцо куда вы будете щелкиваться для лазания с верхней страховки и для страховки в этом смысле эта система универсальней и удобней эта система страховочная она больше рассчитана на прокатное лазание на веревочные парки на такое вот универсальное любительское лазание больше с верхней страховкой для нижней она приспособлена меньше хотя тоже возможно так страховочной системы мы разобрались теперь мы приходим к очень важному моменту это страховочное устройство сейчас можно выделить условно два типа страховочных устройств это полуавтоматическая и обычная что я подразумеваю под обычными страховочными устройствами это страховочное устройство типа стакана щель шайба штихта там и так далее да и полуавтоматическое это вот устройство типа петель-гри-гри она блокирует веревку случае срыва она вам помогает страховать она прощает ошибки сейчас объясню в чем разница и так например для альпинизма и для нижней страховки вот это устройство поможет и облегчит так называемую динамическую страховку при срыве это устройство позволяет больше выдать и мягче поймать веревку но в случае того если вашему напарнику например ударил камень по голове он лишился сознания или просто человек отпустил руку того чего категорически делать нельзя случае срыва она конечно же будет притормаживать веревку на человек тем не менее пролетит донизу потому что веревка не будет заблокирована лучшем случае она просто будет немножко тормозить я сейчас покажу что я имею ввиду представим что вот там вот у нас скалолаз я страхую и когда происходит срыв я веревку держу все происходит стабильно и четко да мы видим я в принципе здесь не прилагаю сверх усилий потому что она подклинивает веревку как карабином так и здесь вот этой щелью и в принципе я могу свободно удерживать человек но если произошел срыв а я не держал веревку или что-то произошло будет происходить следующие понятно да случае со страховочным устройством полуавтоматическим таким каковым является гри-гри если вы правильно щелкнули не нарушили технику безопасности ознакомились с инструкцией случае срыва будет происходить вот так даже если я здесь не держал она блокирует веревку и это главное преимущество этого устройства даже если вы ошиблись даже если вы испугались если вы вместо того чтобы взять вот здесь схватили здесь произошел рывок устройство закусывает это устройство такого типа появилась одно из первых все остальные в целом можно сказать его копируют оно классное то что нужно все но важно щелкивать его правильным образом и эта ошибка к сожалению бывает есть его щелкнуть неправильным образом случае срыва она не блокирует веревку чтобы понимать здесь при здесь принцип похожий на автомобильный ремень безопасности эксцентрик со смещенной осью видно окей для невнимательных или наоборот для внимательных здесь есть нарисована картиночка что вы сюда вставляется веревка которая идет к руке и как нам понять что здесь рука вот здесь очевидно нет же скалолаза да вот мы даже смотрим вот тут скалолаза нет а вот там скалолаз есть вон он стоит поэтому я вот так вот вкладываю сюда здесь даже продублирована картиночка раз раз закрывая устройство и начинаю страховать щелки у страховочную систему муфту и карабин и начинаю страховать нюансов как правильно страховать мы сейчас разбирать не будем как бы подробно потому что эта тема отдельной лекции это удобнее проводить на скалодроме сейчас кратко я как бы буду говорить большей степени о снаряжении теперь к любому из этих устройств нужен карабин есть специальные карабины которые приспособлены в большей степени именно как раз для страховки нюанс его в том что они увидите как бы две оси разделены да то есть та часть которая будет щелкнута систему где будет ходить например гри-гри или стакан она щелкается вот в эту петлю раз этот карабин у вас не переворачивается бывает регулярная ситуация не очень хорошая когда например при карабине вот формы отличающийся от такой может произойти следующий нюанс вы будете страховать карабин у вас станет вот таким вот образом и это достаточно опасная ситуация то есть случае как раз вот когда вы щелкаете правильно в петлю эта ситуация вероятность этой ситуации она достаточно маленькой но тем не менее она может возникнуть до видим и чем это плохо вот в этой оси карабин будет держать например две с половиной тонны до 22 килоньютона но это 2 2 тонны 200 сейчас большинство карабинов держит в формате 24 26 килоньютонов то есть это 2 400 2 600 тонны вот в этой оси когда он работает правильно а вот в это оси мы можем посмотреть он держит всего 8 килоньютонов 8 килоньютонов это 800 килограмм это считается что теоретически мы на скалодроме можем развить максимум 7 килоньютонов то есть 700 килограмм но это уже близко к этому значению вы понимаете поэтому вам важно всегда следить за тем что у вас карабин находится в правильной позиции и все хорошо дальше основные как бы скажем так второй нюанс карабинов помимо его формы это муфта есть карабины обычные муфтующиеся до ручные вы ручкой закручиваете муфту я вот люблю такие устройства они простые и понятные замуфтовал от муфтовал и все надежно вот и для того чтобы его размуфтовать ему надо очень много оборотов вот уйдет надежно просто долговечно сейчас есть достаточно много и широкий выбор карабинов полуавтоматических автоматических моя рекомендация и совет брать карабин который имеет не менее трех степеней защиты для открытия что такое три степени защиты это нажал повернул открыл три действия до бывают карабины которые просто байонетный где повернул открыл да там существуют различные риски открытие этого карабина случайно они маленькие они практически минимальны тем не менее они существуют поэтому лучше для страховки для агрегри например брать карабин который имеет три степени защиты поднял повернул открыл вероятность того что это произойдет случайно само собой равняется нулю окей вам нужно будет для себя иметь страховочное устройство карабин для страховочного устройства и еще один карабин например для лазания с верхней до либо лучше два карабина для лазания с верхней то есть суммарно вам стартовый комплект это три карабина и страховочное устройство веревки веревки бывают двух типов зеленая и красная это шутка и бывают совершенно разных цветов глобально веревки отличаются тем что они бывают динамические и статические мы здесь с вами рассматриваем веревки динамические потому что для скалолазни нужна динамическая веревка для нижней страховки на скалодроме там где висит верхняя страховка можно использовать и лучше использовать статическую веревку но она подходит внимание только для верхней страховки потому что она как раз статическая она не растягивается почему скалолазни мы используем динамическую веревку, потому что мы срываемся, и нужно, чтобы подхват, рывок был как можно мягче. Верно? Верно. Кто-нибудь из вас уже, наверное, испытывал срывы? Летал высоко, далеко, и бывало так, что человек, особенно неопытный, страхующий, делал вместо вот такого движения при подхвате делал, наоборот, вот так. И при этом вы, например, пролетев свои 4 или 5 метров так... и спинки вашей бобо. Когда веревка динамическая, этот эффект значительно меньше. Чем больше вам выдана веревки, суммарная длина выданной веревки между точкой страховки и вами, тем мягче будет ватхат, потому что длина выданной веревки, она будет больше, этой веревки будет растягиваться. Опять же, конкретно правил и о том, как страховать, как выдавать, это будет там на отдельном курсе и это будет интенсив, там, наверное, где-то в сентябре-октябре месяце. Там мы это вот уже будем прям конкретно рассматривать. Вот в интернете вот достаточно много там. На моем канале в группе ВКонтакте есть видео официальное от фирмы Пэтсел, у них снято два, даже четыре совершенно уникальных ролика, два смешных, лучше страхующий и худше страхующий. И там в достаточно шутливой форме, очень понятной, доходчиво рассказаны и показаны наглядные ошибки при страховке с нижней, с верхней. И два обычных ролика, где все это показано серьезно. Их можно найти в интернете, либо вот у меня в группе они просто собраны в один пост, где можно все это посмотреть. И я вам настоятельно рекомендую их посмотреть, прежде чем вы идете на скалодром и когда вы страхуете. Потому что там показано, на самом деле, чем может закончиться неправильная страховка и ваши ошибки при страховке. И вы должны понимать со всей отчетливостью, что когда вы полезли, когда вы страхуете, вы находитесь с партнером в связке и от ваших действий зависит жизнь вашего партнера. И это все очень серьезно. Это не обозначает, что вы должны в панике стоять, но это обозначает, что ваш подход к этому должен быть серьезен, научен и вы должны понимать, что вы делаете. Для этого вам нужно получить знания и эти знания переложить в опыт. Этот опыт должен быть постепенным. Если вы лезете в связке с партнером, вы его страхуете, и вы, например, не успеваете выбирать веревку, не надо считать себя негодяем и делать что-то непонятное действие, бросать веревку, куда-то там отбегать от скалодрома. Первое действие, которое нужно сказать, снизь темп, дорогой, остановись, я не успеваю выбирать. И вы, пожалуйста, как лезущие, отнеситесь к этому с пониманиями. Вас страхуют. И если ваш партнер не успевает выбирать, если он совершает неправильные действия, в зоне риска в первую очередь оказываетесь вы, потому что вы на высоте. Ваш-то партнер стоит на земле, у него все, слава богу. Если сорветесь вы, вы полетите вниз. И это важно понимать. Более того, когда вы поехали на скалы, вы уже вышли из песочницы. И там много других еще факторов. Таких, например, как неровная земля, ограниченный ареал страховки, камни, о которые можно споткнуться, худшая слышимость, потому что ветер, шум и так далее. И вы в этом смысле должны быть готовы. Поэтому я сказал, что лучше начать со скалодрома. Потому что вы должны понимать, что это все серьезно. И проблемы могут быть из-за нарушения техники безопасности, техники страховки. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Прочитайте информацию. Ознакомьтесь с инструкцией по пользованию конкретным устройством, конкретной обвязки, конкретным карабином, конкретным гри-гри. Не поленитесь. Знаете, как это? Ваша инструкция не должна начинаться со слов «Ну что, дебил сломал уже?» Поэтому внимательно отнеситесь. Это важно, это ваша жизнь. Веревки. Значит, смотрите. Веревка для скалодрома может быть короче, потому что скалодромы все в целом ниже. И хорошо бы иметь две веревки отдельно, которую вы используете на скалах и отдельно, которую вы используете и носите на скалодром. На многих скалодромах существует уже услуга, что вы свое снаряжение можете там оставлять. Вот, например, у нас на скалодроме Северная стена в Санкт-Петербурге. Если ты покупаешь абонемент, ты имеешь право свой баул с веревкой там оставлять. Там есть типа камеры хранения. И ты пришел, говоришь там, Кожухов, и тебе там, пожалуйста, ваш мешочек там с веревкой с вашей обвязкой. Не знаю, как у вас здесь это дело обстоит, но, скорее всего, тоже. Но в любом случае на скалодром опять же лучше носить, ну, как бы вам не нужно 70 метров. Вам достаточно будет, я думаю, что однозначно 40-метровой веревки практически для любого скалодрома. Вряд ли у вас здесь есть скалодромы длиннее 20 метров. Дальше. Длина веревки. Повторюсь, для скалодрома метров 40. Дальше. Когда вы начинаете ездить на скалы? Сейчас, в принципе, очень много маршрутов длиннее либо около 30 метров на скалах. Едете вы, например, в Турцию, в Геикбайры. Едете вы, например, в Испанию, в Чилилю, в Сеурану, в Родояр, куда угодно. Едете в Грецию, на Калимнос. Вы встретите огромное количество маршрутов в 30 или более метров. Поэтому целесообразно брать 70-метровую веревку, но точно не менее 60 метров. Однозначно. Моя рекомендация 60-80 метров. 80 это уже с запасом, но помните, что когда вы используете веревку, если особенно вы ее используете активно, концы примерно полтора-два метра участок, полтора-два метра от конца у вас изнашиваются очень-очень быстро. Потому что это то место, где вы, во-первых, много хватаете руками, где вы выбираете, хватаете в зубы, и где вы повисаете, и вас постоянно, когда, знаете, выбери, закрепи, и вот ты висишь на веревке. Плюс это место постоянно больше всего шваркается об край скалы, об карабины и так далее. И если вы регулярно используете веревку, через полгода, может быть, даже быстрее, может быть, через год в этот конец вынуждены взять и отрезать. И ваша веревка станет на 2 метра короче. Если она у вас взята с запасом, например, вы брали 80 метров или те же 70, ваша веревка не пришла, она не стала негодной для длинных маршрутов. Понятно. Окей. С веревками закончили. По снаряжению есть какие-то вопросы? Толщина. Вопросы индивидуальные. Сейчас все веревки, большинство спортивных веревок, колеблются диаметром примерно 10 миллиметров. Есть уже, то есть, вы, когда покупаете веревку, вы смотрите, что она должна быть сертифицирована под одинарную веревку. Сейчас есть такие, вплоть до 9 миллиметров в диаметре, 9,2. Она легче, она меньше. Но, например, есть ряд нюансов. То есть, для спортивного лазания, когда, например, вы лазаете длинные маршруты, эти граммы для вас очень принципиальны. Так же, как сейчас мы придем к оттяжкам, я объясню тоже, в чем разница. Но это граммы, это десятки, ну, может быть, сотни грамм. То есть, вы понимаете, что когда вы вылезли на 60 метров и лезете маршрут, уже пролезли, допустим, пролезли 40 метров маршрута, вы понимаете, что вы на себе фактически вот так держите эти самые 40 метров веревки. Это примерно 3 килограмма. Вы прибавили к своему весу еще 3 килограмма. То есть, вес снаряжения имеет значение, поэтому и появляются, и есть сейчас веревки в наличии, диаметров там 9,2, 9,4, 10 миллиметров. 11 миллиметров. Спортивных веревок диаметром 11 миллиметров уже сейчас достаточно мало. Это ваш личный выбор. То есть, для вас важен пункт. Веревка должна быть сертифицирована как одинарная. Дальше вопрос ваших личных приоритетов. Я лично использую для себя веревки в диапазоне между 10 и 9,5. В горах я лазу на двойной веревке 8,2 миллиметра. Двойной. Потому что для альпинизма это нужно. Потому что разнесены точки, потому что так более надежно. Потому что если камнипад что-то, вероятность того, что перебьет одновременно две веревки, она сильно меньше. И плюс, когда мы спускаемся, дюльфиряем, двойная веревка удобнее, потому что продергивает. Спускаешься под двойной, потом выдергиваешь. Суммарно меньше несешь. Там на стену, например, мы с товарищем берем, у нас есть одна статика, на которой, например, человек жумарит, поднимает баул и так далее. И двойная веревка, на которой мы лезем. Еще вопросы? Вы правильно поняли, что девятку и десятку, если она сертифицирована под одинарную? Да. Первое, что вы смотрите, то есть как это, профпригодность этой веревки, она должна быть сертифицирована как одинарная. Дальше вопрос ваших приоритетов. Для сложного спортивного лазания, да, возможно, имеет смысл краить вот эти вот там десятки грамм, брать веревку тоньше. С ней чуть менее удобно работать при страховочном устройстве, на страховочном устройстве. Девятка, например, чем тоньше веревка, понятно, тем она будет больше растягиваться. Вы выбираете для себя. Я вот повторюсь, что мой личный выбор это примерно между 10 и 9,5. У меня есть 9,8, 9,5 и так далее. Еще два маленьких вопроса. Как определяет срок службы веревки? И вы что-то с концами там делаете, заматываете? Ну, смотрите, когда вы покупаете, у веревки, как правило, уже заводская, есть оплавка веревки, которая держит сердцевину и оплетку, от сдвигания. За этим важно следить. Ваши концы веревки всегда должны быть прижаты, заплавлены. И плюс еще раз замотаны? Это просто, ну, это вот, это просто веревки мы сейчас из магазина взяли, просто чтобы вам показать, это вот там 10-метровый конец веревки, который просто продается как 10 метров там для чего-то. Это просто ценник. Это заводская маркировка, это вот от бухты 200 метров, вот тут написано, что 200 метров. Сертификат УЕА, значок единица, это как раз показывает, что веревка сертифицирована как одинарная, 9,8 миллиметров и, внимание, год выпуска. Что это такое, год выпуска? На любом вот этом снаряжении, да, как бы полиамид, он имеет определенный срок службы и срок годности. И если вы купили веревку и вот тут написано, сейчас какой у нас год? 2019. И вот тут написано 2009. Это знаете, что за веревка? Это мусор. Я не могу ей пользоваться, даже если она лежала в магазине на полке. Прошло 10 лет. С обвязкой примерно та же самая схема, поэтому имеет смысл всегда смотреть дату выпуска. То есть если обвязка полежала уже 7 лет где-то на складе, ну, имейте в виду, что годик-два и вам ее просто нужно выкинуть, даже если она у вас замечательная и в хорошем состоянии. Тут очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание. Я каждый день на скалодроме вижу ужасающие вещи. Например, приходит мужчина, видно, что он закаленный, ветеран альпинизма, скалолазания, ему уже много лет, и обвязка у него такая же, как он, матерая и старая. Я смотрю на эту обвязку, я понимаю, что этой обвязке 20 лет. 20 лет. Петелька, так как она у него уже размахрилась, он ее и за ленточкой подмотал. Понимаете, вот это трэш, это ужас, это мрак. Почему? Потому что, вот смотрите, вот все сюда пришли не голыми, а все сюда пришли в одежде. И вот, ну я понимаю, бывает, как бы там у людей нищета, и вот у них там порвались штаны, они раз за платочку, два за платочку, три за платочку, ну вот, когда совсем нету средств. Но от этих джинсов, от этих брючек не зависит ваша жизнь, а вот от этой вот штучки зависит ваша жизнь. И относитесь, пожалуйста, вот ко всему, к этому, как к расходному материалу. Эти вещи должны быть нормального качества, свежие и, в общем-то, новые. Не относитесь к этому, как к любимым бабушкиным трусам, которые она вам связала долгими зимними вечерами с вышивкой Вася на веки. Пожалуйста, это, в общем-то, расходный материал. Два-три года, и вы это меняете, потому что вы это используете. Не относитесь к этому, как к какому-то наследству, которому вы передадите детям. То же самое с веревками. Это расходный материал. Это те вещи, которые имеют срок годности, так же, как продукты. Они портятся. Поэтому подходите к своему снаряжению. В этом смысле нормально. Отработало, выкинул, купил новое. От этого зависит ваша жизнь. И если там окстись что, понимаете, как бы скотчиком подмотали, и порвалось, и что-то, как бы это вам потом мысль не поможет. Помните, что от этого зависит ваша жизнь. Точка. Это важные вещи. Оттяжки. Поехали вы на скалы, вам нужны оттяжки. Как ухаживать за веревкой? Веревка должна быть чистая. Или стирать, как сушить. Да, ее можно стирать. Есть специальные составы в магазине для стирки веревок. Есть специальные такие на пружинку похожие, такая штука, как бы как щетка для веревки. Вы надели и ее чистите. Но в целом вы должны заботиться просто о чистоте веревки. То есть у вас для веревки на скалах и даже на скалодроме я, например, лично использую коврик для веревки. То есть не надо бросать веревку в грязь. Вы должны заботиться о веревке. Лучше покупать веревки с пропитками, которые грязь отталкивающие, водоотталкивающие. Вам важно помнить, что веревка на Макая теряет огромный процент своей прочности, а на узле еще больше. То есть мокрая веревка на узле может потерять до 40% своей прочности. Я лично видел, как старая веревка на узле просто лопнула. В горах это была ситуация, то есть ее там нагрузили изрядной, и вот она прямо была мокрая, там это спас работы, были веревка в грязище, мокрая, и вот на узле там потянули, 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 и просто веревка на узле лопнула. Даже 8 тысяч рублей не стоит вашей жизни. Ок. оттяжки. Оттяжки. Разный дизайн, разные фирмы, что угодно. У меня есть марки, которым я лично доверяю, которые просто исторически годами сложилось, что они мне приятнее, даже просто какие-то тактильные ощущения. Тут выбор ваш. Сейчас расскажу просто про два основных типа и про что важно. Вот есть оттяжки, вы видите, вот здесь вот защелка как бы алюминиевая, толстая, есть защелки вот такие вот проволочные. Эти оттяжки весят чуть-чуть легче. Для скалолазания, внимание, для технически, для длинных, очень сложных маршрутов 200 грамм имеют значение, потому что я их несу на себе. И когда я лезу, я много лазаю с провешением, у меня нижний карабин, который веревочный, на моих оттяжках вот такой, проволочный, а верхний карабин на моих оттяжках вот такой. Но, например, вот эти там петцовские оттяжки, они достаточно легкие. Разница не глобальная. Но, например, в альпинизме, когда у меня на мне этих карабинов 60 штук, я в альпинизме использую вот такие. То есть на комолотах у меня висят вот такие карабины и самые маленькие, самые тонкие карабины, потому что реально мы считали разницу в весе полкилограмма 700 грамм. Это большой вес. Но у меня этих карабинов, комолотов, на мне висит реально очень много. То есть там 50 карабинов, куча петель, куча комолотов, еще, например, закладки, еще якоря. Большой вес. И там все вот эти по 10-15 грамм, оно складывается в килограммы. И это те килограммы, которые ты держишь на своих пальцах. Мой стиль лазания в альпинизме это свободное лазание. То есть мы с моим напарником ходим в большие стены свободным лазанием. И там вот эти нюансы принципиальны, потому что они вырастают, поскольку много всего, они вырастают в килограммы. Когда вы лезете на скалолазный маршрут, максимум, что на вас висит, ну это там 20 оттяжек. Разница здесь будет не столь значительная. Важно, чтобы вам было удобно, комфортно, надежно. Многие смотрят на карабины с проволокой, и им они кажутся ненадежными. Это кажется, то есть признак вот этого, то есть призвание вот этого экономить вес. И вы просто это должны понимать. То есть если в каких-то моментах вес для вас не так критичен, то есть просто вы, например, берете суммарно, смотрите вес карабина. Этот карабин очень легкий. И, например, с этим карабином в сравнении они весят одинаково, а этот может быть даже легче. Поэтому вы подходите к снаряжению еще с этой точки зрения. То есть не просто проволочные, не проволочные, а сам вес карабина. Теперь важный момент. Как вы видите, карабины разного цвета. Почему? Хорошо. Еще наводящий вопрос. Здесь прямая защелка, здесь кривая защелка. Прямая в шлямбур, кривая для веревки. Да, потому что в кривую защелку чуть-чуть легче вщелкивать веревку. Но еще один важный нюанс. Эти карабины никогда не должны быть перепутаны и перевернуты. Это очень важный момент, которым бывает так, что люди пренебрегают. И в случае, например, с оттяжками, где одинаковые защелки, люди часто путают, относятся к этому не очень аккуратно. Смотрите. Шлямбур, он из чего, как правило? Он стальной. И у него достаточно острые края. И тот карабин, который вы вщелкиваете в шлямбур, он всегда вот здесь вот, такой, знаете, ребристый и поюзанный. И здесь есть вероятность того, что у вас будет заусенция. И если вы этот карабин перевернете и щелкните, например, сюда веревку, а здесь была заусенция, вы можете порезать вашу веревку. Понятно, почему нельзя. И поэтому эти карабины еще всегда разного цвета. И когда вы покупаете, если вы сами собираете себе оттяжки, то есть обычно оттяжки, которые уже фирменные, испакованы, то есть вот целиком комплект, они всегда будут разного цвета. Если вы покупаете сами, составляете себе оттяжки, все равно берите разного цвета. Второй момент. У вас всегда вот на этом карабине, которой к веревке, должна быть резиночка. Резиночки бывают наружные в случае, как вот с этой оттяжки, либо вот там вот внутри уже вшита резинка. Этот карабин у вас не должен переворачиваться. Верхний карабин делается подвижным для того, чтобы в шлямбуре эта история могла вот так вот ходить и легче вот так вот подниматься. Я лично, опять же, рекомендую оттяжки брать не самые короткие, а чуть-чуть подлиннее. Задача оттяжек спрямлять веревку, чтобы ваша веревка шла вот не так, если шлямбура, например, на скалодроме обычно там как раз рядами оттяжки вот так вот пробиты, и там всегда веревка прямая. На скалах шлямбура часто бывает забиты в каком-то порядке, под карнизом, за колонетом и так далее. Задача оттяжки в том числе спрямлять путь веревки. Поэтому оттяжки должны быть подлиннее, чтобы ваша веревка шла максимально прямо. Все, со снаряжением закончили. Ура! Вопросов нет? Есть вопрос про срок годности вещей. Вот про веревку вы подробно сказали. Эту всю информацию вы можете найти в интернете, и в принципе это пишется обычно на инструкции по технике, по инструкции к устройству. Лучше смотреть всегда в самом конкретном случае, интересоваться у продавца, потому что не в интересах продавца вас обманывать. Если толковый, адекватный специалист, менеджер, он вам все расскажет. В интернете вся эта информация есть. Она может немножко варьироваться. Но в целом 10 лет это уже все. То есть для любого полиамида 10 лет это все. Окей. кто-то может быть что отметить, если на скалодроме кто начинающий страхует о подаче команды, когда кто-то сверху падает, по крайней мере я пару раз на голосе говорил падающему из-за того, чтобы команда рядом не подавалась. Ваш, того, кого вы страховали? Нет, не я кого страховал. Кто рядом страховал, не подавал команды, тот падающий как бы падает и зацеплял. Да, но это такой больше нюанс, который зависит как раз от работы на скалодроме. Это как раз касается техники страховки. Это там просто отдельно на скалодроме, это в интенсиве. Будет, когда я приеду в сентябре, в октябре. Но сейчас мы просто уйдем в дебри и я не скажу то, чего вам то, чего должен сказать и то, что для вас очень важно. Следующий пункт нашей программы это тренер, кто он? Что должен тренер, а что тренер не должен? Кто такой тренер? В первую очередь тренер это человек, вы должны это понимать. И человек имеет всегда свои определенные качества и эти качества должны в общем-то с вами как-то согласовываться. И скажем так, тренер, знаете, как есть вот эта шутка про врача и вот про то, что сейчас многие люди посмотрели ролик в интернете и считают себя специалистами в какой-то области. Подход хорош, но вот если вы, например, пришли к доктору, к хирургу, там, не знаю, на аппендицит или, например, какая-то более серьезная операция, если вы спросите, там, доктор, а вы где-то учились, он скажет, да нормально, я ролик в интернете посмотрел, как бы сейчас там, там, в общем-то, все понятно, ничего сложного, там, сейчас вот разрежем, я знаю, как эта штука выглядит. То есть, смотрите, тренер должен быть профессиональным, он должен иметь право страховать, ну, то есть, он должен иметь право работать инструктором, у него хотя бы должны быть какие-то, в общем-то, инструкторские корочки, что-то подтверждающее его профессионализм и его профпригодность. Сейчас век в каком-то смысле, да, как бы, то есть, скалознение коммерциализировано, да, то есть, есть скалодромы и с точки зрения законодательства, я, например, как хозяин скалодрома имею право нанять любого человека, поставить его на эту должность, если я лично считаю, что он ей соответствует. То есть, у меня есть моя должностная инструкция, да, которую я написал, он, как инструктор, как тренер, подписался и в целом, он имеет право страховать. Но вы понимаете, что фактическая ситуация от теоретической часто отличается. Конечно же, лучше всего, если у вас есть какая-то рекомендация об этом тренере, вы можете на нем, о нем найти какую-то информацию в интернете, увидеть, что этот человек тренирует давно, он из себя что-то представляет, а не вчерашний просто новичок, которому показали, который, кроме того, что вот лазать, он как бы больше ничего не имеет, не умеет, и вот он как бы хочет на скалодром, он вообще пошел работать для того, чтобы постоянно лазать. Ну, просто потому, что ему другое ничего не интересно. Но он уже три года лазает, он уже матерый. Вот, это плохая ситуация. То есть, тренер должен быть профессионалом, он должен любить скалолазание, он должен уважать вас, он должен любить то дело, которым он занимается. Эту любовь вы сразу чувствуете. Это видно по человеку. Мое мнение, что тренер это достаточно в этом смысле близкий человек, вы должны с ним мочь общаться на каком-то одном языке, и подача этого человека должна вас вдохновлять. Люди, конечно же, бывают разные, и каждый из вас на скалодром, на скалолазание приходит для чего-то своего. Одному хочется общения с природой, другому хочется гибкости, равновесия, стать красивее, сильнее, похудеть, развиваться, стать здоровым, сильным. Третьему хочется выступать уже на соревнованиях, а четвертый думает, что в принципе он недостаточный еще и старт для Олимпиады. Поэтому язык тренера, его подход должен вам импонировать, быть интересным. в принципе я считаю, что это нормальная практика, когда вы пришли на скалодром, на нем есть 3-4 тренера, и вы сходили вначале к каждому тренеру познакомились, сходил к этому на тренировку, к тому на тренировку, к тому на тренировку. Я как тренер, мне не всегда комфортно, когда человек походил два раза ко мне, потом к другому, потом к третьему, знаете, такие ходят, собирают как бы знания. Но в этом смысле это ваше право. Я, например, как… То есть бывает такое, что ты пришел, инструктор с первого раза тебе глянулся подход, ты видишь в нем профессионализм, ты ему доверяешь. Важно, чтобы вы доверяли тренеру, важно, чтобы тренер для вас был авторитетом, важно, чтобы тренер вел себя, в том числе, как профессионал, важно, чтобы тренер был профессионалом, вы должны понять, что он профессионален как тренер. И, внимание, его спортивные достижения, его спортивные знания не являются знаком равно к его тренерскому мастерству. Он может быть уникальный, гениальный, суперспортсмен, он может быть чемпионом мира, но как тренер он может быть зеро, ноль. Он вам не сможет ничего объяснить, ничего показать. Единственное, что вас будет держать рядом с таким тренером, это чувство причастности от того, что я тренируюсь и чемпионом мира, я с ним рядом стоял. В первую очередь вас этот человек должен учить, и вы должны у него учиться, вы должны мочь у него научиться. Теперь, что тренер должен, что тренер не должен. Что тренер не должен? Тренер не должен решать ваши проблемы. В том плане, что тренер не улучшитель настроения, тренер не... тренер не та волшебная кнопка сделать хорошо, знаете, вот как в фотошопе. Уже сделали, я не знаю. Сделать зашибись. Ну нет, пока такой кнопки. Ну или не всегда удовлетворяет результат. Вот тренер тоже не такая кнопка. Тренер должен обладать методикой. Тренер должен обладать знанием. Тренер должен обладать пониманием того, как выстроить правильным образом вашу тренировочную программу. тренер не должен, не обязан, и это не являет, как бы не имеет большого КПД, когда вы пришли, и тренер говорит, правую ноженьку сюда, левую ноженьку сюда, теперь рученькой в подхват, теперь вот это, вот он ведет вас по лазанию, вы такие просто, знаете, как это, волны заклания, куда-то там, что-то делаете, сами не думаете, и что-то он подсказывает. Тренер отошел, вакуум, я в космосе, у меня лапки, я котик. Тренер должен выстроить ваш тренировочный процесс таким образом, чтобы вы развивались. Он должен создать среду, в которой бы вы развивались. Не его задача стоять рядом с вами, его задача вас направить и создать контекст, в котором вы будете развиваться. И, пожалуйста, не ждите от тренера то, что он будет стоять постоянно рядом с вами. На тренировку пришли вы, тренируетесь вы, спортсмен вы. Конечно, если тренера на тренировке рядом с вами нет вообще, и вы не понимаете, что делать, и, в принципе, единственное, что вы получили от тренировки, заплатив, не знаю, 350-400 рублей, это напарника, который вас страхует. В принципе, тоже неплохо. Но в целом тренер должен задать тон тренировки, он должен дать тебе линию, чтобы ты в целом понимал эту линию. И тут тоже ваша обратная связь. Вы можете и имеете право задать вопрос, почему мы так делаем, какую цель мы сейчас преследуем и почему так вот. Если у вас есть вопросы, задавайте ваши вопросы. Если тренер достаточно профессионален, он правильным образом ответит на ваши вопросы. Тренер должен понимать, что делать, в общем-то, в практически любой ситуации. Он должен вам в первую очередь объяснить технику безопасности, чтобы вы понимали, что происходит. Это очень важно. Потому что, если вам не дают знания, просто сказали, делай вот так. Почему так делать? То есть, вы тоже должны задавать вопросы. Но в целом, что касается страховки, это больше работа даже, наверное, инструктора, сколько не тренера. Тренер – это более высокая квалификация. Тренер – это тот, который заботится о вашем спортивном мастерстве уже. Выбирайте тренера тщательно. Я считаю, что тренер – это не просто человек, которому вы пришли что-то там, физическую работу поделать. Тренер должен быть мудрым, приятным, другом становиться. То есть, это тот человек, который вас должен на самом деле вдохновлять. Если ваш тренер вас не вдохновляет, стоит задуматься. Возможно, проблема в вас, и тут надо отдавать себе в этом отчет, что может быть со мной что-то не так. Но в целом, это же, смотрите, это взаимодействие двух людей. Вас и его. Если у вас никак не клеится, вы уже все перепробовали, возможно, стоит в этой ситуации поменять тренера и не ломать копья. Дальше. Плавно мы перетекаем к тому, что же происходит на тренировке. И тут очень важно понять, что когда вы пришли на тренировку, вы пришли на тренировку, вы не пришли полазать. И прийти полазать и прийти на тренировку, это два разных типа вообще занятия в целом. Тренировка – это определенный процесс, выставленный по определенным правилам, имеющий определенные цели. И эти цели, это, например, в плане лазания, это не всегда пролезание маршрута. Мы сейчас плавно перейдем к этапам вашего лазания, из чего, какие важные приоритеты, какие этапы на тренировке вы преследуете. Важно понимать, что тренировка – это маленькая часть общего процесса. И приходя на скалодром полазать, то есть выбирая маршрут, исходя только из соображений, пролезу я этот маршрут или не пролезу, это провал. Это обозначает, что вы будете делать то, что вы уже и так точно можете, и вы, как правило, в этой ситуации не будете развиваться. У вас должен быть так называемый тренировочный контекст. Кто был на моей первой лекции, уже вспомнит это понятие. Я говорил, что тренировочный контекст – это примерно 70-85% вашего максимума на сегодняшний день. Это та сложность, в которой вы не выживаете, в которой вы можете еще соображать, совершать адекватные действия, включать голову, быть разумным, и при этом вам достаточно тяжело. Вы получаете стресс для вашего тела. Вы стараетесь, вам тяжело. Но это сложности преодолимые. Если вы тренируетесь в контексте меньше этого, это может быть лазанье, так называемая, на выносливость, когда вы набираете объем. Это важный этап тренировки. Например, когда вы давно не лазали, вы должны прийти… То есть у вас есть некий опыт, уже есть набор некой техники. Вам нужно плавно войти в лазанье, ощутить тело, вспомнить, что вообще нога поднимается, нога двигается, что у вас вот здесь вот… Знаете, вы мягкие, вы не бревно, вы не так ходите. Потому что в жизни обычно у нас какие-то двигательные диапазоны, они снижены, они меньше. Мы меньше двигаемся. И тут вам нужно… При этом нужно набрать форму, потому что у нас работает много достаточно мелких мышц, и руки должны прийти в себя. И в этой ситуации, даже если вы когда-то, например, лазали сема, но не лазали год, прийти и лезть на сема – это тупняк, потому что вы не пролезете, вы забьетесь, вам будет тяжело. Вам нужно начать с 6А и лазать на объем. Для вас будет более принципиально набор движений. То есть вам нужно сделать тысячу движений за тренировку. Каждая трасса примерно, там, зависит от высоты вашего скалодрома, ну, пускай 40-50 перехватов. Посчитайте, сколько вам нужно пролезть за тренировку. Если вы полезете не в адекватную категорию, наберете вы это количество перехватов? Нет. Поэтому важно лазать в начале, когда, например, вы в плохой форме, на объем. Много, достаточно много перехватов не в высокой категории сложности. Объем. Важен просто количество совершаемых перехватов, ваше суммарное движение и время нахождения на стене, то есть в фазе нагрузки. Тут еще важен достаточно пульс. Это уже такое, это как бы сложнее, это уже тренер должен регулировать, смотреть на вас. То есть вы не должны быть, например, в очень высоком пульсе, не должны быть в очень низком пульсе. Лазание вниз очень полезно при наборе формы. И я, например, в своей тренировочной программе у меня люди каждую тренировку, обычно это на заминку, лазают лазанием вверх, лазанием вниз, лазанием вверх, лазанием вниз. Лазание вниз вас очень хорошо учит выпускать тело на прямые руки. И, собственно, вот вы пришли в зал, из чего состоит ваша тренировка. Вы должны качественно размяться. Ваша разминка должна включать проработку всех ваших суставов в свободной фазе по максимальным фазам. На первом семинаре, скоро он будет уже выложен на канал, как раз там разминочка вся будет показана. Я показывал свою йоговскую разминку, которую я рекомендую в качестве разминки перед лазанием. Это та разминка, которая вас хорошо мобилизирует, все растягивает, прорабатывает все суставы. И, в общем-то, после нее вы достаточно теплый, готовый практически к любым приключениям. Дальше. Первые трассы, то, с чего вы начинаете, должно быть легкое. Не злобите. Не надо лезть, например, несмотря на то, что я лазаю восьмерки, я начинаю разминку с 6Б. И лучше пролезть две простые трассы, чем одну, но сложную, на которой вы забьетесь. То есть, особенно на стартовом этапе, для начинающих, для вас важно на первых трассах, внимание, не забиться. Потому что, если вы сейчас забьетесь на первых трассах, вы можете не отойти до конца тренировки, и КПД вашей тренировки сильно-сильно снизится. Для вас очень важно, очень интеллигентно, очень мягко подойти к разминке, начинать спокойно, мягко, с невысокой категории, просто двигаться, просто двигаться, дышать и уделять огромное внимание тому, как вы двигаетесь, правильности ваших движений. И если вы не можете простую трассу лезть хорошо и правильно, это обозначает, что на сложной вы точно не сможете лезть правильно и хорошо. Поэтому разминка может состоять даже из двух трасс подряд, но легких. Выберите себе 5А, 5Б на разминку, поручка нам. Не лезьте сразу на вертикально какие-то маленькие зацепки, где вы получите неадекватную нагрузку для ваших пальцев. Поверьте, все эти травмы потом дадут о себе знать. Подходите очень интеллигентно и очень бережливо к вашему здоровью. Начинайте очень плавно. Лучше простых движений, простых трасс больше, чем одну сложнее. Запомнили? Огонь. Дальше. Примерно три трассы, вот эти первые, это разминочные. Дальше вы можете начинать, как я обычно даю, например, своим ученикам. Две разминочные трассы простые, следующую трассу, и две эти первые трассы лезут с верхней. Даже те люди, которые лазают уже 7Б, потому что это быстрое лазание. То есть вы подошли к веревочкам с верхней, мы заскочили, например, две шестерочки А подряд. Легко, хорошо. Следующая трасса с нижней на букву больше. Сразу уже включается, во-первых, нижняя страховка для тех, кто уже лазает, и плюс на букву сложнее. После этой трассы мы смотрим на наши ощущения, как мы себя чувствуем, не забились ли, хорошо ходит кровь по телу. Если я себя чувствую хорошо, все, можно даже уже повысить на две буквы. Если, например, разминка была там две пятерочки С, дальше мы пролезли 6А, 6А+, следующая трасса уже и хорошо себя чувствуем, следующая трасса уже может быть 6С. на разных скалодромах, при разных высотах есть разные типы трасс, есть разные подготовщики, есть разный характер трасс. Трасса по нависанию, трасса по вертикали. Это тоже зависит в том числе от вашей формы, от вашего спортивного мастерства, но, повторяюсь, плавный вход, не злобите сразу. И лучше вначале что-то близкое к вертикали по большим, потом можно следующую трассу характер выбрать больше на пальчики, где будут, может быть, уже какие-то активные зацепки. Дальше можно уже что-то переходить сложнее на какие-то чуть нависающие участки. Раскладывайте свое лазание по этапам, чтобы вы понимали, что вы здесь отдыхаете, потом серия движений, потом снова отдыхаете, потом серия движений. Дальше. Тренировка имеет свою основную часть, на которой вы работаете. Самый максимальный подход с максимальным КПД это где-то у вас будет третья, четвертая, пятая трасса. Потом вы уже начнете уставать, нагрузку стоит снижать. В конце тренировки я рекомендую в целом полазать на объем, категорию снизить, но увеличить объем. То есть долгое лазание. Например, лазание вверх, лазание вниз, лазание вверх. Вы немножко успокаиваетесь. После этого лучше всего, если вы сделаете растяжку. То есть я, например, в своей методике до уровня 6Б я не даю ОФП. Я даю только либо какие-то координационные упражнения, либо какие-то растяжки. Когда люди уже набрали вот этот определенный опыт лазания, когда у них уже базовые технические навыки, базовые двигательные паттерны освоены, я по необходимости отдельным людям начинаю давать ОФП. Я не злоблю с этим ОФП. Оно достаточно легкое, оно, опять же, более координационное. На первом семинаре, потом посмотрите, я показывал 4 упражнения, говорил, какие 4 упражнения. Я вот считаю базовым, 2 на низ, 2 наверх. И этого на первом этапе достаточно. С уровня, наверное, 7Б можно давать, ну, 7А, можно давать какие-то СФП, специальные физические упражнения. Это то, что, по сути, для нас любое СФП для скалолазни, оно упирается в развитие силы пальцев. Это различные кампус-борды, фингерборды, висы, подъемы, накатывания, там, ну, вот какие-то вот такие вещи, которые касаются увеличения силы и выносливости пальцев конкретно. С этим нужно быть достаточно аккуратным, вы уже должны быть достаточно опытны, и чтобы это была адекватная нагрузка на ваши связки. Потому что повредить связки суставы пальцев, рук очень-очень легко. И травмы эти очень-очень медленно проходят, и они могут остаться с вами на всю жизнь. И поверьте, эта семерочка А, которую вы вылезли на бровях, или тот кампус, на котором вы для видяшки провисели там, сделали перехват через две планки, но потом вот убежали вот с этим пальцем опухшим, и потом не лазали полтора месяца, и после этого вы каждый раз о нем вспоминаете, потому что он болит, оно того не стоит. Вообще, ничто не стоит вашей боли и ваших травм. Пожалуйста, помните об этом. Не надо ни в йоге, ни в скалолазне идти через боль. Вы должны взаимодействовать со своим телом, дружить со своим телом. Оно должно вам, как это, вы должны с ним в балансе находиться, в равновесии. Такая, знаете, как вот любовью вы с ним должны заниматься. Все это должно быть ладно, хорошо и приятно. И вы должны чувствовать, что это полезно. Путь, вот этот no pain, no gain это уже спорт высших достижений. И то, я считаю, даже на уровне высшего спортивного мастерства это недопустимо. Есть определенные факторы, где нужно уже терпеть. Да, но это, во-первых, личный выбор каждого. Ваше тело уже должно быть к этому готово. Это уже, что называется, высшее спортивное мастерство. И все мы знаем, что спорт высших достижений не всегда идет со здоровьем рука об руку. А часто, к сожалению, это происходит в разрез. Но это уже тема там отдельного чего-то разговора. Поэтому этого мы касаться не будем. То есть, мой призыв к вам. Пожалуйста, дружите, взаимодействуйте с телом. Будьте с ним дружны. Заботьтесь о нем. Качественно разминайтесь. Давайте адекватную нагрузку. Заминайтесь. Для начинающих очень хороший совет. Все из вас, наверное, знакомы с приступом отложенной мышечной боли. Все знают, что это такое. Это когда вы потренили так, знаете, за здравие. А потом наиболее явно он проявляется через 35 часов. То есть, это обычно, если вы вечером в понедельник потренили, в среду утром вы просто труп. Вам не встать. Во вторник вы уже мучились, но в среду утром самый капец. Это обычно касается предплечья и мышц верхнего плечевого пояса после скалодрома. очень хорошо в этом смысле помогает такое натуральное средство, как грейпфрут. Я обычно всем ученикам, особенно, которые пришли первый раз, я рекомендую после тренировки заходим в супермаркет, покупаем два грейпфрута и съедаем их целиком. Шкуру можно снять. И на следующий день тоже лучше съесть два грейпфрута. Это поможет. грейпфрут в силу каких-то неизвестных науке обстоятельств помогает эффективно бороться с приступом отложенной мышечной боли. Он будет легче для вас проходить. Болеть будет меньше. Слушаю. А если после тренировки в сауне распарить, мышцы помогают? В целом кому-то помогают, у кого-то нет привычки. Сауна достаточно отдельная нагрузка. Я тоже регулярно хожу в баню, но сауна должна быть дозированной и нормальной, чтобы вы не получили отек. Можно сделать хуже. То есть зайти посидеть 10 минут в сауне при какой-то адекватной нагрузке, при какой-то адекватной температуре. Почему нет? Да, нормально. Но все мы люди очень разные. Я, например, в баню хожу как минимум раз в неделю. С того момента я еще даже ходить не умел, меня папа таскал в баню. У меня привычка, для меня это нормально. У меня идет процесс воды. Для меня это еще процесс очистки, потому что я много пью во время бани, много потею. Для меня это обмен жидкости. Я пью хорошую чистую воду, у меня сменяются жидкости, выходят какие-то токсины. Для меня это нормальный, привычный процесс. Для человека, для девушки, которая в жизни в бане не была, после тренировки ей может вообще на следующее утро поплохеть. Ей будет, может быть, очень тяжело. Поэтому любые нововведения в нашу практику жизненную, тренировочную и так далее должны быть очень light и очень постепенные. не рубите с плеча. Все должно быть постепенно, плавно. Это лучший друг и для вас очень важно и во время тренировок, и после тренировок очень остро чувствовать обратную связь. Плохо, неплохо, хорошо, нехорошо, болит, не болит. Не впадайте, конечно, в умствование по этому поводу, но будьте разумны, пожалуйста, если тренер вам говорит отлично, ты сегодня пришел на вторую тренировку, я вижу, ты бодр и свеж, вставай на три пальца и отжимайся 150 раз. Ну ладно, может быть, 150 раз ты не сможешь, но давай 20, давай, ленивая скотина. Ну, это бред, валить от такого тренера подальше. Я таких видел, я таких знаю. Он говорит, да нормально. Я говорю, ты что делаешь, с людьми? Он говорит, да нормально, если у них сил не будет, так они и не смогут. Я смотрю, там эта девочка стоит, у нее пальцы уже, у меня даже так не выгнутся, они у нее вот так вот выгнулись, белые суставы, она такая просто уже это, белеет, но жмет, потому что тренер сказал, 500 рублей за тренировку заплатила. Ну, это ваша собственная разумность, идиотов в мире много, увы, и такие, к сожалению, даже бывает имеют дипломы. Такое тоже бывает, и даже бывает имеют дипломы спортивных врачей. Думайте сами, смотрите сами. Это в том числе квалификация тренера. Дальше. Приоритеты ваших тренировок. К сожалению, у меня тут нет этого планшета. Я нарисую такую, знаете, фигуру. Это пирамида. Может, если вы тут еще нарисователь, знаете, бывают такие эти, для деток, знаете, из бубликов разного размера. Вот у меня сейчас сын маленький, вот он очень быстро, правда, прошел этот этап, все надарили вот таких, знаете, этих пирамидок, а он так два раза сложил, потом ему неинтересно. Смотрите, это некая пирамида. Все верно. И у нее есть основание, есть вершина. И основание вашей пирамиды должно быть очень прочным. Это фундамент. Как вы считаете, что должно быть, что должно являться фундаментом вашего лазания, вашего тренировочного процесса? Да, верно. Я как бы более чуть-чуть специфично имею в виду. Тогда техника соответствует. Техника, все правильно. Смотрите, у многих же дети есть, да? Что? Безопасность. Безопасность, да. Но сейчас я имею в виду как раз фактор, ну, не общий, да, вот в смысле, а именно вот как конкретно вашего тренировочного процесса. Да, все правильно было сказано техника, да? Я чуть-чуть как бы расшифрую это понятие больше. Ваши двигательные паттерны. То, насколько правильно вы совершаете то или иное движение, ваша осознанность, то есть, грубо говоря, ваши умения, ваши конкретные практические навыки. Чаще всего, когда люди приходят на тренировку, они пролезли, упали или не пролезли, и упали, ну, в смысле, отвалились. Ну, чего? Почему упал? Забился. Ну, там, я затупил, может быть, это уже великолепный ответ, что я затупил, не понял, но обычный ответ, мне сил не хватило. и, в общем-то, да, вам не хватило сил, но ваше не хватило сил, это следствие. Следствие того, что вы свои силы, даже очень большие силы, я вижу часто очень сильных людей, которые приходят, и, более того, к сожалению, даже чем сильнее эти люди, тем хуже они лезут, потому что это вот напоминает два, вот у вас две емкости, в одной вода, другая пустая, вам нужно из одной емкости воду перенести в другую, и вам дают уникальный инструмент, решето. И вот как бы вы ни старались, как бы быстро вы это не делали, как бы, с какими усилиями, с желаниями, с молитвами вы это не делали, вы сюда не перетаскаете воду в решете. И это напоминает как раз вот эту ситуацию, можно быть очень сильным, но силы тратить, к сожалению, все впустую, и результат не будет достигнут. И часто я вижу людей, которые приходят на скалодром, знаете, зачем? Уставать. Вот они пришли, что-то делают, они устают. Такое странное занятие, то есть вот они приходят и просто вливают силищи, вот куда-то что-то. Что они получают взамен? Ну, может быть, только счастье от утомления, да, то есть им кажется, что они тренируются. С какой-то стороны, да, они тренируются, но есть для такой тренировки, знаете, вот как бы вещи, которые имеют больше КПД. Можно, например, на даче картошку покопать. Там ты и устанешь, и польза будет, там, не знаю, уголь грузить, за это, может быть, денег заплатят. Вопрос в том, что ваша физическая нагрузка должна быть полезной, она должна вас развивать, она должна иметь реальный тренировочный эффект. И поэтому ваши усилия, ваша тренировка должна иметь вектор и направленность, и вы должны совершать правильные вещи. И так, базовой, скажем так, вот этой базой будут являться освоения вами технических навыков, двигательных паттернов правильных. Вам надо в первую очередь понимать, стремиться к пониманию и к совершенству ваших движений, чтобы вы понимали, как делать то или иное движение. Понятно, что скалолазание, оно очень-очень разнообразно, у нас практически движения не повторяются, но так или иначе у нас есть типы движений. Есть движение откидку, движение в лягушку, есть определенные законы. И в моей методике сформулированы пять правил биомеханики, я их называю пять золотых правил скалолаза. Первое правило, вы можете это даже записать, потом можете услышать в этой лекции, делюсь бесплатно, это сливки. Это в какой-то степени, знаете, все это звучит очень вроде просто, пять правил, я сейчас скажу, и, наверное, не услышите ничего прямо сверху уникального, но, тем не менее, это, знаете, такое золото, которое работает, оно одинаково работает для новичков и для мастеров спорта. И на трассе 6А, и на трассе 8А, и даже 9А, ровно все то же самое, ничего не изменилось. И на каждом уровне они для вас будут раскрываться по новой. Первое правило. Все движения всегда начинаются от ног и совершаются ногами. Ноги – приоритет номер один. Всегда. Даже если вы лезете рукоход, все равно ваше движение, так или иначе, вектор этот будет начинаться от ноги. Что очень удобно, ноги расположены снизу. Это просто их главное практически преимущество перед руками. Руки никогда не смогут так же, потому что они сверху. И смотрите, делать вот такое движение, толкаться, делать шаг, делать вставание – это работа ног, которую они делают каждый день. Они вот у вас тренируются. Вы как вот встали с утра с кровати, так у вас и началась вот эта тренировка ног. Вы ходите по ступенькам, по дороге, садитесь на стул, это тоже ноги работают. Встаете со стула, тоже ноги работают. И вот ноги прямо все время работают. Они поэтому такие, знаете, сильные, поэтому они снизу. Это их вот прямо ничего не заменят. А теперь внимание, подтягиваться – это работа рук. Не работа спины. Да вы много в жизни-то подтягиваетесь? Вот прям ходите и подтягиваетесь? Это редкая тренировка. Это не функция рук. Функция рук – брать, писать, совершать какую-то работу, мелкую моторику, что-то вот такое делать. Это то, что руки делают постоянно. Если уж нам захотелось там полазать, поотжиматься, поподтягиваться, это, знаете, как наше умственное желание. Это не то, что мы делаем постоянно в жизни, не то, чем мы постоянно руки тренируем. Ну, можно сказать, что это как бы такая сильно вторичная или третичная функция рук. Они это могут, но это не их основная работа. Когда мы начинаем заниматься склолазанием, мы начинаем им эту работу им прививать, начинаем делать эту работу более привычной. И да, конечно же, наши руки тренируются. И да, что скрывать, греха таить, если я лезу 8а по потолку, руки уж работают, там будь здоров. Но, наверное, 8а по потолку в Греции вы не полезете, придя третий раз на скалодром. Просто потому, что, ну, как бы вот нетренировочный контекст ни разу. Поэтому с точки зрения как бы закона физики и вас ничего не изменилось. Вы идете ногами по земле, поднимаетесь по ступенькам, либо вы лезете по скале, либо лезете по скалодрому. Ноги осуществляют то же движение. Руки по-прежнему ассистируют ногам, корпусу. Но они не должны выполнять первичную функцию, потому что руки это ваше самое тонкое звено. Рваться будет именно здесь. Да, все верно, вы будете падать от того, что устали ваши руки. И вся наша техника выстроена вокруг того, чтобы снизить нагрузку на руки, чтобы минимизировать энергозатраты вот этих вот самых штучек. и чем эффективнее и лучше вы это делаете, чем эффективнее вы стоите на ногах, подворачиваете корпус, тем вам будет легче, тем вы больше сохраните силу рук. Руки-то натренируются, все нормально, но если вы не ставите ноги, если вы не умеете работать ногами, если вы не понимаете, что такое цепочка напряжения, вы просто не придете к той фазе, когда вам нужно будет тренировать руки. Итак, первое правило. Ноги приоритет номер один. Правило номер два. Когда мы лезем в пространстве относительно нашего направления движения в сторону следующей зацепки, в сторону перехвата, мы перемещаем свой центр. Центр на вашем теле очень удобно обозначен пупком. И если в этом смысле рассматривать тело, все ваши конечности пристегнуты к пупку. И выражение, что руки из одного места растут, если вы прямо это чувствуете в скалолазании, это огонь. Ситуация такова, что ваши ноги выталкивают ваш центр, а ваш центр выталкивает вашу руку дальше. Это понятно? Потому что если ваша рука разгибается в сторону зацепки, а ваша попочка едет вниз, внимание на руку, КПД движения ноль, рука вверх не выходит. Поэтому это должно выглядеть так, как будто вам дали волшебный пендель. И ваш центр волшебным образом поднимается в сторону следующего движения, и вы делаете перехват. Дальше, если этот перехват динамический, ваша рука должна оказаться наверху чуть раньше так называемой мертвой точки. Это когда пошел выстрел, идет фаза движения вверх, легкое зависание потом идет вниз. Понятно, да? Раз, а потом вверх. Рукой вы должны схватиться за зацепку чуть раньше мертвой точки и мягко на нее как бы встать. Итак, правило номер два звучало. Перемещаем в пространстве в отношении следующей зацепки, направлению следующего движения зацепки свой центр. Правило номер три. Все движения мы стараемся делать с разноименной руки и ноги. Этому правилу, конечно же, бывают исключения, но, как правило, именно эти исключения создают сложность движения, потому что движение с одноименной руки и ноги неправильное. Вы будете напрягать руку и вас будет разворачивать как дверь. Чем больше нависания, тем меньше возможности вообще даже сделать эту ошибку, потому что она сразу будет фатальна, вы просто упадете сразу, вы просто не сделаете это движение. Например, девушкам просто не хватит тупо силы на нависание подтянуться на одной руке. Вы это понимаете? Понимаете? Замечательно. Не делайте так. Просьба к вам. Не делайте движение с одноименной руки и ноги. Практически всегда на трассах вашего уровня, на трассах для новичков всегда есть возможность правильно расположить ноги и сделать движение с разноименной руки и ноги. Потому что подготовщик, как правило, он тоже думал, что тут же полезет, ему же страшно, ему же тяжело, и вот ноженьки тебе сделай так. Старайтесь не лазать. Трассы, если вы ходите на какой-то скалодром, и там есть какой-то подготовщик, который кривоту какую-то делает, вам постоянно приходится делать движение с одноименной руки и ноги, вариантов нет. Бывают так, вот так можно накрутить даже простую трассу, она будет вот такой странной. Конечно, можно иногда слазать, но лучше лазать и трассы, которые более техничны, которые прививают вам правильную технику, трассу, которую есть возможность лезть красиво и правильно. Можно накрутить трассу так, что ее будет очень сложно пролезть правильно и красиво. Она будет мотивировать делать неправильные движения, сложность будет в этом заключаться. Для начинающих такие трассы не очень хороши. Выбирайте правильные маршруты, лазайте так, чтобы было красиво. Правило номер четыре. Поднимаем ноги под прямые руки. Что это обозначает? Внимание на меня. Вот я стою. Потенциал движения у согнутой руки какой? Никакого. Она уже согнута, она выполнила свою работу. Потенциал у выпрямленной ноги, вот у такой движения какой? Никакого. Она выпрямлена, она совершила свою работу. Так вот, во время лазания и для лазания ваша ситуация должна выглядеть обратным. Прямая рука, согнутая нога. Верно? Я отсюда могу делать движения. И вы должны это со всей отчетливостью понимать, что для совершения движений и для экономии ваших сил ваша рука должна быть прямой. Вы не должны при лазании постоянно лезть вот так. Да, где-то бывает на вертикали вы можете стоять вот так. Но вы помните, что на вертикали мы можем больше стоять на ногах. И там рука может быть более расслаблена. И там мы не вводим это правило в абсолют. Потому что наша задача не просто следовать какой-то букве, что рука должна быть прямая. А мы помним, что наша рука должна быть расслабленной, спокойной. Мы не должны напрягаться. И на вертикали я могу высадиться на пятку, держаться вот так. Рука будет согнута, но она не будет напряжена. Я не трачу силы. Вопрос в том, что она должна быть расслаблена, не напряжена. Поэтому ноги поднимаем под прямые руки. Ваша сразу первая реакция ногу поднять, создать потенциал для движения и сделать это движение. Делать его ногами, перемещать в пространстве свой центр и делать это движение с разноименной руки ноги. Помним, что наилучшая ситуация, самая высокая КПД удобнее всего, когда ваша ведущая нога расположена под рукой. Здесь мы можем стоять собственно в балансе. Да? Вот. Когда эта нога будет смещена, это уже падающее движение, мне нужна еще какая-то опора. Если эта нога смещена в ту сторону, мне тяжелее висеть. То есть вы лезете трассу, у вас множество зацепок, разный есть выбор. Вы всегда ищете для себя наилучшую ситуацию. Это понятно? То есть у вас есть выбор, куда поставить ноги. Это либо какой-то треугольник, когда у вас две ноги упираются и рука держится. Тут работа уже двух ног. И тут нужно уже смотреть, как мне создать ту возможность, чтобы рука была прямой. Либо, что лучше всего, когда нога расположена под рукой. КПД движения будет практически самым высоким. Правило номер пять. Дыхание. Вам надо дышать. Когда вы сидите в спокойном состоянии, сидите на стульчике, вы объем своих легких используете процентов на 15-20, может на 25, потому что вам не нужно много кислорода, вы дышите чуть-чуть, вам вроде все нормально, у вас нет физической активности. Если я вас сейчас всех поставлю в упор лежа, мы отожмемся разик в 25-30, дышать вы начнете чаще. Но если вы плохо дышите, если вы дышите неглубоко, поверхностно, вам станет тяжело. И тут как раз в процессе этого упражнения проявится кто как дышит, начнет увеличиваться пульс и так далее. Поэтому все понятно, мы увеличиваем физическую активность, начинают работать мышцы, организму нужен кислород, для того, чтобы эффективно расщеплять гликоген, АТФ и так далее. Возникают реакции, вам нужно дышать, так дышите. У вас две взаимозависящие истории, частота сердечных сокращений, ваш пульс и ваше дыхание. Поскольку вы не можете напрямую воздействовать на частоту своих сердечных сокращений, вы не можете такие, так, сейчас у меня 150, 80, и у вас так сердце раз и 80, и вы такие сразу хоп, спокойные, вы можете на пульс ваш воздействовать опосредованно, вы можете начать глубоко, медленно дышать и делать долгий, спокойный выдох. Где-то секунд через 20 вы начнете сильно успокаиваться. То есть я вошел в состояние пульса, меня колотит, я наконец-то ну вроде как прилез до какой-то ручки. Встал удобно, встал в суперпозицию, минимальная энергозатратная поза и начал глубоко, спокойно, медленно дышать, полностью выдыхая, полностью вдыхая. Понятно? Но ключевым будет являться суперпозиция. У меня есть такое понятие. Суперпозиция это самая легкая и наименее энергозатратная поза в контексте ваших зацепок того, что вы имеете. Эту позу вы всегда находите для вщелкивания. Почему? Щелкивание это технический процесс. Более того, в этот момент вы выбираете веревку и если вы упадете с выбранной веревкой, будет ай-яй-яй, полет будет долгим и неприятным. Хорошо, если ваш страхующий молодец, он в любой момент готов вас ловить. Но бывает так, что когда вы выдаете веревку, точнее, ваш партнер раз выдал и он вообще не ждет, что вы упадете. Вообще не ждет. Если ты в этот момент падаешь, он тебе говорит «Да ты чего?» А ты там еще бывают, люди падают с веревкой в зубах. Это вообще огонь. Поэтому для того, чтобы такой ситуации не происходило, вы должны находить суперпозицию. Это стабильная поза, когда ваше тело никуда не валит, и вы находитесь в наименее энергозатратной позиции в контексте данных зацепок. И тут внимание, тут, конечно же, всегда надо искать. Оттяжку можно щелкнуть с разницей в три перехвата. Согласны? Выбирать очень высоко веревку, когда у вас оттяжка не может быть, не важно, где она, предыдущая оттяжка. Следующая оттяжка вот здесь. Пальцами я до нее дотягиваюсь. Да, бывает на трассах, особенно на скалах, такое, что там дальше не будет удобных зацепок. А здесь удобная ручка. Удобная ручка, хорошо, да, щелкайтесь, но помните, чем больше вы выбрали веревки, тем больше глубина вашего падения. Да? Да, потому что вы себе здесь еще метр или полтора начинают. Раз, два. Так а куда ты столько выбираешь? Тебе же не надо. Нормально. Вот не надо. Да? Выбираем веревки минимум. Поэтому считается, что самое безопасное щелкивание это где-то уровень груди пояса, когда у вас минимум выбранной веревки. Да? И вы всегда, смотря на трассу, особенно если эту трассу вы нарабатываете, вы всегда себе ищите то место как бы для вщелкивания, чтобы это было наименее энергозатратное, удобное и безопасное место для вщелкивания. И как правило, для начинающих, особенно когда люди только начинают лазать с нижней страховкой, щелканье оттяжек как раз и является таким очень энергозатратной историей. Потому что нет еще сильного навыка вот этого щелканья. Это сложный достаточно технический процесс, оттяжка, она же такая, она же реально чужая, непонятная, она какая-то вот непонятно как. еще тренер снизу орет, веревка через карабин от скалы к тебе. Ты такой, что? Что он имеет в виду? Куда? От кого? Почему? Еще пальцы в карабине. еще бывает, знаете как? Выбираешь такую веревку вот так вот с пальцем и вот так вот в карабин ее раз. Поэтому, когда вы в том числе покупаете оттяжки, вы подбираете удобную для себя оттяжку. В целом, обычно размер, кстати, примерно одинаковый, но есть некоторые оттяжки, в которых вот в этой позиции палец застревает. то есть неудобно. Бывают пальцы побольше, поменьше, но в целом правильное щелкание, когда оттяжка, у вас два варианта. Так карабин защелкает себя, так карабин защелкает к себе. Веревку выбираем от узла. Вот здесь вот узел. Всегда выбираю веревку от узла на ладони. В ситуации вот этой, внимание, вкладываю легким, спокойным движением. В ситуации, когда оттяжка защелкает в мою сторону, выбрал, перехватил средний палец карабин, вложил. И не надо, пожалуйста, засовывать туда пальцы, руки все, потому что, да, бывают, ноженька ушла, а пальчик в карабине. В эту же кассу идут и кольца, и всякое прочее. Поэтому пришли на сквадром все фенечки, цепочки на руках, всякие какие-то истории, болтающиеся, то, что может попасть, снимаем. Это техника безопасности. В принципе, на любых сквадромах, по-моему, уже рассказывают о том, что кольца надо снимать. Может быть, даже, знаете, вы их там, как бы, вот она не останется, но точно вы покоцаете, и будет некрасиво. Поэтому все кольца нафиг, все цепочки на руках нафиг, какие-то вот огромные вот тут серьги. Ко мне девушка как-то пришла на тренировку, у нее, знаете, кольца такие вот. Я говорю, нет, дорогая, снимай. А что, как они мне помешают-то? Я говорю, ну, я бы тебе мог показать, но как это, не надо. То есть, волосы, опять же, собраны, потому что часто бывает, девушкам нравится с распущенными волосами, но вот, да, конечно, красиво, но помните, что же техника безопасности? Они могут попасть в страховочное устройство, они могут попасть в оттяжку, и волосы-то вам вырвет. Лучше же нужно закремниться и все-таки три часа потерпеть с хвостиком. Тоже можно красиво, кстати, сделать. Окей, по приоритетам, значит, добьем эту тему. Итак, вначале мы совершенствуем движение, мы следим, мы учимся и самый важный акцент сейчас на первых порах не вылезти трассу, да, а что? Правильно освоить движение, научиться делать движение совершенным образом, следим за тем, как красиво мы лазаем. Очень хорошо помогает, когда вы попросили товарища, тренера, кого-то поснимать вас на камеру, для того, чтобы потом вообще посмотреть, потому что бывает такое, я лезла, как богиня, а камера показывает, что там корова в бомболюке, расперлась и дрожит, жить-то хочет, и помните, да, как это было в фильме, жить захочешь, не так раскорячишься, начинается выживание, так вот, для того, чтобы у вас была обратная связь, конечно, хорошо на это реагировать не таким образом, ой, нет, все, я больше сюда не приду, да это страх какой, нет, для вас это обратная связь, вы смотрите, как, вот здесь, хорошо, если вам тренер потом объяснит, покажет, вот смотри, вот это, здесь было хорошо, рученька прямая, делала ногой, а вот здесь ты видишь, что попочка ехала вниз и тянула себя ручками, вы должны это оценивать не с точки зрения, там, что скажут кореша в инстаграме, да, а с точки зрения, как бы, вот как пособия, да, это обратная связь, вы со стороны себя в момент лазания не видите, здесь вы можете увидеть, подходите к этому конструктивно, внимательно посмотрели, разбор ошибок, и ваша задача стать лучше, ваша задача посмотреть и так не делать, а не впасть в уныние от того, что как вы некрасивы, например, пожалуйста, подходите к этому, как вот к другому человеку, вот я на него посмотрел, какой бы совет я ему дал, да, и самый лучший, как это, себе свой совет посоветуй, потому что бывает такое, что у меня там люди пятый раз занимаются и он начинает там кому-то сразу советы раздавать, то есть он у меня что-то услышал и этот совет этому человеку транслирует, стоп, не надо, занимайся своим лазанием, да, как бы к себе свой совет посоветуй и в этом смысле пять правил, которые я вам дал и вы держите в голове приоритет, моя задача сейчас не пролезть трассу, это вообще значение никакого не имеет, никто об этом не запомнит и не вспомнит, ваша задача в каждое движение делать совершенным образом, стремиться к совершенству и ваша обратная связь очень понятная, тяжело, легко, должно быть, легко, вы туда воспарить должны и если все делаете правильно, пролезание трассы получите автоматом, да, да, замечательно, то есть пролезание трассы для вас сейчас не имеет значения, для вас имеет значение как, для вас имеет значение процесс и для вас имеет значение, внимание, решение проблемы, которые у тебя здесь и сейчас, вы должны двигаться наилучшим образом, вы не должны стоять в неудобных позах, вы должны быть эффективны, и вы исследуете процесс, который с вами происходит на предмет эффективности, так лучше, так хуже, так легче, так сложнее, если вы залезли в ту историю, где вы уже вообще ничего не можете, где уже ничего не понимаете, тяжело так, что глаза на лоб лезут, отпустите руки, повисните, выберите категорию проще, пожалуйста, будьте адекватны, от того, что вы там повисели на шестерке Б, до которой вам еще до пролезания, знаете, как вот до Китая ползком, не надо, ваша задача развиваться, учиться, и если вы правильно делаете, вы на этой шестерке Б окажетесь через полтора месяца, неправильно действовать будете, может быть, и окажетесь вы на ней через месяц, но вы на ней и останетесь, и свою 8А или 8ЗУ вы никогда не пролезете, поэтому ваша задача вначале выстроить вот этот фундамент, научиться получить правильные двигательные паттерны, чтобы вы эти базовые основные движения делали, не задумываясь, и потом у вас происходила только приладка, для того, чтобы в каждом конкретном случае, в зависимости от смещения этой зацепки, от размера этой зацепки, вы подстраивались, но вы понимали, что сейчас ваша рука не напрягается, вы висите на связках и на кости, то есть у вас нет инициации на сгибание бицепса, вы работаете спиной, и работает ваша нога, и на вопрос, можно ли было сделать проще, звучит ответ аргументированный, нет, нельзя, вот я все делаю правильно, вот у меня прямая рука, да, в какой-то ситуации у вас может не хватить предплечья, силы пальцев, конечно, зацепка была плохая, вы упали, но вы движение делали правильным образом, и здесь стоит уже простая задача, физическая тренировка, это придет, но если вы это делали вот так, что вы тренировали? крепость нервов, да, поза бегущего оленя, я ее постоянно наблюдаю, окей, по этапированию тоже я сказал, да, что первое ваше внимание, это координационные упражнения, то есть после тренировки, если вам хочется что-то еще поделать, вы можете какие-то вот поподворачиваться, поработать ногами, как бы понять вообще, как действует тело, ваша задача, чтобы вы в различных фазах вашего движения, чтобы вы понимали, как ваш таз, где он, что у вас спина гнется, увеличение своих двигательных диапазонов, йога вам в помощь, в том числе, не старайтесь на первых порах стать сильней, пожалуйста, это самое большое заблуждение, самая большая ошибка, начинать подтягиваться много, качать пальцы, это, к сожалению, для вас на начальном этапе принесет только негативные последствия, вы станете меньше работать ногами, а станете больше работать руками, умоляю вас, не делайте этого, уведите всю нагрузку в ноги, это даст вам такие дивиденды, которые будут несравнимы ни с чем другим, вы будете красиво, эффективно лазать, вы будете развиваться, место сюда придет, очень быстро вы спрогрессируете, если все будет правильно, и в этом возникнет необходимость, и вы дадите этот ответ, помните, что где внимание, там и сила, если во время лазания вы сосредотачиваете все свое внимание, вот здесь, в верхнем плечевом поясе, ваши ноги работать не будут, ваше внимание, смотрим правило номер один, ноги, приоритет номер один, окей, плавно мы перешли к теме перспективы и оценки трудности, объективно, о субъективном, о чем это я, у меня пришла недавно женщина заниматься ей, ну, наверное, ей за 40, ну, она прекрасно выглядит, и на мой взгляд, у нее отличные перспективы в плане развития, получения удовольствия, и разнообразия жизни. Это приятное и классное занятие, и то, что я вам первое сказал про вдохновение, про тренера, вы, вас это занятие всегда должно вдохновлять. На вопрос, а стану ли я олимпийской чемпионкой в свои 40 лет? Ну, наверное, нет. А реально оно вам надо, и вы готовы заплатить эту цену? Наверное, нет. Помните, что основная цель в принципе любых ваших занятий, что бы вы ни делали, ну, так-то, это получение в целом удовольствия. Согласны? Ну, хочется же, чтобы было приятно. Кушать? Мы кушаем приятное. И когда вам даже мама в детстве говорила, что ешь рыбий жир, он очень полезен, тебе будет хорошо, охоты вам это не прибавило. Поэтому, конечно же, лазание должно вас в первую очередь вдохновлять. Оно должно быть для вас приятным. Оно должно для вас, вот вы, вы должны чувствовать себя от этого лучше. И если ваш тренировочный процесс приводит вас к боли, к неприятным ощущениям, к ощущениям себя просто тварью дрожащей, а не правоимеющим, ну, как бы что-то вы делаете не так. И надо в этом смысле разбираться. И ошибка будет в подходе, в тренировочном процессе, в акцентах и в приоритетах. Потому что лазание само по себе, оно прекрасно, оно вдохновляющее, оно великолепно, оно красиво, оно развивает вас очень гармонично, целостно. И это просто супер. И я знаю людей, которые лазают и в 8 лет, и в 2 года. Это лазание, это процесс, это занятие, которое подходит просто для огромного количества возрастов, людей, пола, кого угодно. Это супер. И это доступно всем. Просто у вас у каждого должен быть свой тренировочный контекст. И понятно, что одному одно задание, другому другое задание. Понятно, что трехлетнему ребенку, которого мы провели на скалодром, как бы нам не хотелось, и как бы нам там эта пятерка С не казалась простой, у него просто рученьки, ноженьки короче, у него расстояния другие, ему просто какие-то другие расстояния нужно. А тут тебе там уже 60 лет, и понятно, что у тебя тут какие-то свои правила. Но это скалолазание доступно для всех, и вы должны правильно подбирать вот этот тренировочный контекст, так, чтобы вы получали удовольствие, так, чтобы вам было хорошо, так, чтобы это не превращалось в боль и пот в один. Вас лазание должно вдохновлять. Ищите те вещи в лазании, которые вас вдохновляют. Выстраивайте процесс, давайте тренеру обратную связь, что мне вот это приятно, мне вот это нравится, я вот так чувствую, меня вот это больше развивает. И от того, что ты меня заставляешь отжиматься на пальцах, следуя своим каким-то тренерским амбициям, в том числе, помните, что у тренера тоже, да, могут быть амбиции, он тоже в этом может немножко, знаете, заиграться. Я по себе знаю, ко мне приходили люди, в которых я прямо вижу, что реально, ну, такой потенциалище. Сейчас мы с ним полтора годика и на Олимпиаду. Но это мои амбиции, этому человеку может этого не хотеться. И в этом смысле тренер должен быть строгим к себе, он должен иметь обратную связь. И обратную связь, внимание, даете вы. у вас взаимодействие. Вы с тренером взаимодействуете, у вас свои цели, и он как бы, ну, в целом-то все-таки вы пришли к нему, конечно же, учиться, но в том числе как бы у вас какие-то есть свои пожелания. И все-таки мы сейчас говорим о контингенте, мы не говорим о спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва, куда ребеночка отдали в 7 лет, давайте, сделайте нам олимпийского чемпиона. Понятно, что вот вы уже люди как бы там работающие, там разный возраст, у кого-то уже возраст, когда там, ну, там. Пенсионный. Да, пенсионный в том числе. И все должно быть адекватно и весело и бодро. И тренер должен подобрать программу и тренировочный контекст таким образом, чтобы вы чувствовали, что вы прогрессируете, что вы действуете, что происходит какой-то позитивный процесс. Если этот процесс негативный, если вас заставляют, тоже нужно думать, тоже нужно смотреть. И нужно, конечно же, разбираться. То есть, может быть, я ленивая попа, ничего не хочу. Тренер-то молодец, он старается, он выполняет свою функцию. Проблема во мне. Тогда нужно корректировать. Либо договориться с тренером, слушай, тренер, ты знаешь, прийти к какому-то консенсусу, что я хочу, ну, хочу так, у меня такие цели. Ты знаешь, может быть, у меня сейчас такой этап жизни, нужно спокойненько в это войти. Вот спокойно. То есть, я не готов сейчас вкладывать в это 100% своих сил. Вот я готов выдать сейчас 60. Да, как бы, ну, чуть-чуть, мне надо вот в это вкатиться. Потом, да, наверное, я постараюсь, и, возможно, у меня появится вот это. Если правильно выстроен тренировочный процесс, если есть вдохновение, этот потенциал появится, вы будете туда стремиться, вам самому захочется, и вы сами захотите и будете выдавать вот этот вот как бы результат и как это, место, да, которое тренер, которое вот эта практика, тренировочный процесс заполнит. Поэтому, повторюсь, любовь, вдохновение, вдохновение, да, вот вас это должно вдохновлять. Если нет вдохновения, если нет вот этой любви, вот этой какой-то чуткости, красоты всего этого, это будет каким-то таким тупым занятием, работой. И в этом смысле подходим к заключительной нашей теме выезда на скалы и скалодромы. Ой, выезды на скалы и скальные туры в другие страны, в дальние регионы. Для меня на протяжении всей моей жизни скалы являлись главным вдохновением. Я всегда понимал, что скалы, это, знаете, вот как экзамен. Вот на скалодроме, скалодром это такой, да, в нем больше спорта, больше нависаний, скалодром это такая тренировка. А скалы это, знаете, как вот экзамены. Ты вот готовился на скалодроме, тренировался, и вот ты выезжаешь на скалы, и там, знаете, в какой-то степени результат твоих тренировок ты видишь. И скалы это такой процесс, когда ты взаимодействуешь со скалой. Скалодром, он более такой, какой-то, знаете, вот, ну, это какая-то больше такая вещь, что-то такое более искусственное. Вот, например, в английском есть прямо термин такой артификал, как бы вот клаймбинг, артификал вол, то есть как бы искусственное. А скала, она живая. И там как-то вот этот вокруг вас небо, птички, какие-то деревья. Это живой процесс. Скала, она живая. И это всегда чувствуется, когда особенно ты лезешь в какие-то максимальные сложные категории, когда ты находишься на пределе, когда ты вот прямо вообще уже на пределе своем физиологическом. Это общение со скалой, ты прямо чувствуешь, бывает, когда тебя скала пускает, не пускает, как-то вот такой живой процесс. И вот это вдохновение я для себя всегда черпаю в скалах. И знаете, я вот лазу очень давно, мне сейчас 38 лет, я начал всем. И меня это вдохновляет, я это люблю. И мне это так хочется по сегодняшний день. И я знаю, что мне будет хотеться. И для меня это такая большая любовь. И вот, ну, ты приезжаешь, и вот они родные, вот они скалы. И вот это вот, это живой процесс. И не так важно, вот эта цифра тоже важна, особенно на уровне высшего спортивного мастерства. Конечно же, у нас есть какие-то вот эти вот моменты, что хочется категорию посложнее залезть. Но помните, что эта категория вам дастся только в том случае, когда вы вдохновлены, когда у вас есть мотивация тренироваться, мотивация напрягаться, мотивация преодолевать какие-то вот эти слабости своего тела, своей немощи. Потому что, да, на вашем пути этих немощей много. Ваш ум постоянно будет вас уговаривать сдаться, постоянно будет уговаривать вас, да ну не напрягайся ты так, ну что тебе, ну тебе же уже там сорокет или тридцать пять, да куда тебе, у тебя что-то детей воз, да, всегда будет много факторов, которые против вас. Но вот это вдохновение, вдохновение, вот эта вот мотивация, она как раз, вот эта радость, вот это взаимодействие, оно и вас и будет вдохновлять, преодолевать вот эти немощи, вот эти сложности. В конце концов, вас же это делает богаче. Вы в этом становитесь лучше и счастливее. И когда вы будете становиться счастливее и лучше в этом понимании, вы будете более полезны для людей вас окружающих. Когда вы не поехали там, не знаю, в Геленджик, знаете, как в песне, вывез бабу в Геленджик, настоящий я мужик, и вы там лежали две недели, арбуз ели, ну как-то, ну вроде как отдохнул. А вы приехали, вы зарядились, у вас энергия появилась, у вас знаете, что появилось? У вас вдохновение жить и тренироваться появилось. Вы начинаете ощущать себя по-другому, тело по-другому работает, вы чувствуете, что это живой организм, что кровь по нему ходит, что у вас глаза горят. И вот такое ощущение, вот такие чувства должно вас вызывать скалолазание, глаза у вас должны гореть, вы должны становиться сильнее. Счастливого вам лазания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.